22 мая в школах завершился учебный год. Всю четвертую четверть из-за пандемии коронавируса ребята учились дистанционно. В первые недели учителя, ученики и родители столкнулись с массой трудностей. Интернет-платформы зависали, было непонятно, как наладить взаимодействие, проверять домашние задания и объяснять новые темы. В группах Канал-16 в социальных сетях мы спросили горожан, как они оценивают результаты дистанционного обучения в школах. Большинство опрошенных, 64,5%, выбрали вариант «плохо». Тем не менее, специалисты в сфере образования говорят о том, что общими усилиями справиться с вызовом и наладить учебу удалось. Говорим огромное спасибо родителям, на которых легла большая нагрузка по оказанию помощи детям, начиная от информационных систем и заканчивая где-то даже помощью в объяснении материала. Но я хочу выразить самое главное и большое благодарность нашим педагогам, потому что тот режим, в который они вошли и обеспечили практически каждый педагог дистанционные вот эти онлайн-уроки, да, у кого-то их было больше, у кого-то было меньше. В любом случае, на них легла самая большая работа, и они сделали ее достойно. 21 мая на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии президент Владимир Путин поручил в начале следующего учебного года проверить, как ученики усвоили пройденный дистанционный материал. Также глава государства озвучил новые даты проведения единого государственного экзамена. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен пронести по всей стране. Он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Атестаты всем выпускникам выдадут без экзаменов. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые будут поступать в ВУЗы в этом году. На входе в пункты проведения экзаменов участники будут проходить термометрию. Аудитории предварительно продезинфицируют. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Зачисление высшей учебной заведения пройдет в августе. Призыв на военную службу выпускников этого года отложат. Летняя здравительная кампания начнется предположительно с 1 июля. Отдыхать в лагерях дети смогут только в своих регионах. Также Владимир Путин развенчал все слухи о том, что дистанционную учебу в школе вытеснит очное образование. Он отметил, что такие реплики нужно расценивать как откровенную провокацию.